всем привет с вами древар ну что соскучились по ролика по бумбич сегодня встречайте не на моем аккаунте на аккаунте подписчика спасибо ему огромное и в этом ролике я утру всем но с тем кто пишет что бумбич сложно играть бумбич невозможно играть бумбич меня все выносят а я никого не могу вынести смотрите на level и смотрите на количество медалей потом еще раз на левел и еще раз на количество медалей потом заходите на свой телефон заходите в игру бумбич и смотрите сколько у вас и этот пацан не ноет он все больше и больше набиваете медалей просто я для примера покажу сколько у меня на максимальном левеле 696 на данный момент а он буквально на одну строчку ниже у него 611 на 44 и он не ноет вообще не ноет по поводу того что он кого-то не может снести что его очень часто грабит что ему трудно набивать ресурсы нет он по поводу этого вообще не ноет он просто берет и играет бумбич при том видите его базу у него все по топовым именно для атаки просто для атаки все по топу развито но для дефа для дефа вообще ничего нет статуй для дефа нет только атакерские статуи при том правильно на трофочку трофочку пыли для атаки а для дефа у него одна снайперка 1 левела все вот это вот так надо развиваться именно через атаку все что по-другому это не через атаку вот он на данный момент качает воинов на максимальный level у него и так 15 лавала пред максимально и сейчас качает на максимальный level то есть воинами можно тащить на любом практически на любом левеле гораздо выше себя противников в данном видосе я покажу как сам я вынесу на 21 level выше себя противника 65 а он его повторы сейчас посмотрим как он на 44 левеле сносил шестую и седьмую стадию сегодняшнего доктора ти шестую и седьмую кто там не может на 50 снести народ вдумайтесь на 44 при том он уже с 41 мог сносить шестую и седьмую стадию не каждый раз соглашусь далеко не каждый раз потому что иногда бывают но нереальные стадии где ну просто дохренище количество хп а сейчас реально были стадии и он их вынес для этого он запылил всего один шедевр на канонерку потому что но маловато статы все-таки шестая и седьмая стадия для 44 левела это реально крутовато но одна статуя всего одна статуя плюс еще трофеечка потому что трофейка обязательно для запыления чтобы как можно меньше противников сносить и в то же время как можно больше ресурсов поднимать потому что апгрейды дорогие видели у него защитных сооружений от апгрейды дорогие и для них надо дохренище количество ресурс для начала сразу скажу он играет торами еще раз торы обязательно торы потому что на мелком левеле базук очень сложно водить когда у тебя маленький заряд канонерки а торов смотрите он вводит идеально если честно я уже даже немножко начал забывать как это торов вводить на мелком левеле потому что я привык буллита я привык к огромному количеству канонерки я ко всему этому привык а на мелком левеле чуть-чуть по-другому смотрите четенький четенькие шоке 2 сразу потом третий вдогоночку и все ищет доктора каван и он колупает колупает он не справляется за 10 секунд но это так всегда было что торы шестую седьмую стадию за 10 секунд чуть меньше за 9 секунд не могут вынести но эта фигня они все равно потом по итогу добивают седьмая стадия как я уже говорил простая в этом случае реально в этот раз она была достаточно простой именно поэтому у него получилось так легко снять и очень хорошее видео по итогу получилось смотрите собрал сразу в уголке чтобы ровно вести сразу к штабу чтобы торы не разбегали чтобы их не надо было никакими группками группировать реально сразу к штабу забирает один заряд перебрасывает аккуратненько четенький фитиль под штаб и смотрите насколько грамотный ход он экономить немножечко заряда чтобы не бросать один лишний дым то есть за счет этих двух дырок он сэкономил один лишний дым а в него никто не успел стрельнуть мортиры не успевают прицелиться шоковые установки тоже и снова два аккуратненько шока щит доктора кавана и просто сейчас наблюдает наблюдает как его торы колупают колупают эту базу у него еще остается третий шок на еще раз на пушки если честно я бы этот третий шок бросил и наверно на шоковой установки но он посчитал что пушки все-таки больше внесут дэмэджи и вуаля он забирает базы но реально хорошо играет и получается просто вдумайте 600 плюс медалек 44 лев я понимаю что есть китайцы которые возможно уже имеют там тысячу медалек на таком левеле они тоже перед своими хвастать смотрите у меня 1000 медалек на 40 левеле но на текущий момент когда бак с радаром поправили реально 600 медалек на 44 левель это очень и очень и очень хороший показать так хорошо пока у него есть одна статуя на канонерку запыльно всего у него две статуи реально в две статуи три на атаку и одно на хп плюс шкс шанс камни силы и трофейный ресурс обязательная статуя для развития для очень быстрого стремительного развития я сейчас торами его 15-ми торами поиграю покажу как сносить противника максимального 65 левела когда ты 44 левела у него еще булита нету и реально вот еще в нету булита как а как только у него 47 левела появится булит ему станет играть еще проще но пока нет булита его замена это доктор каван потому что доктор к в принципе неплохо подходит именно для тора брик оверспарк это немножко не то и сейчас вот с доктором каваном с этим 15-ми торами по 7 в лодке я снесу вот этого 65 левела противника да у него две симки есть щита нету три прототипа три прототипа все защитные сооружения на максимум но расстановочка если честно так себе но средненько база расположена близко возле берега то есть мне надо будет меньше тратить дыма мимки расположены не спрятаны и не хаотично а просто за защитными сооружениями и чисто с одного обстрела я могу все это сносить принципе чем я и буду заниматься я с одного обстрела сношу вот эти минки да получилось я снес для проходочки себе плюс одной бомбочкой я снесу вот эту шоковую минку и обычную минку вот теперь проход расчищен и можно аккуратно высаживать торов видите флажки высаживаю в ряд чтобы каван шел первым а торы дальние шли вниз к нижним флажкам и таким образом все будут абсолютно все будут находиться под дымом никто не выйдет и там немножечко кто-то высунулся но никто не умер самое главное никто не умер доктор каван как раз в этот момент забегает в один дым и сейчас я заюзываю его способность и разбрасываю три аккуратненьких шока сразу два на шоковые установки и потом еще один с опозданием на пушку на снайперки на пушку бум и смотрю как мои торы сносят эту базу прикиньте противник 65 левела и без разницы 44 левел выносит 65 левела вот именно так нужно играть от атаки когда вы ставите правильные статуи когда вы качаете правильные войска и когда вы качаете лодки на максимальное количество ваших юнитов в этих лодках конечно не всех так можно вынести 65 некоторых все-таки приходится обменивать когда штаб расположен самом конце карты или там например щит или там например еще много синьки запылены конечно таких все-таки 15 торы не осилит но обычного 65 чувачка то принципе я вам наглядно показал что можно выносить точно так же как и доктора ти но у меня собственно и все если вам видос понравился не забывайте ставить лайки подписываться на канал ну а с вами был андрей всем пока